Девушки отдыхают И Александра, и репетитор английского Кристина А жених у нас Сергей, давайте знакомимся Здравствуйте, меня зовут Сергей Я 32 года зрел и созрел Со мной мои друзья Татьяна и Дима Сергей, 32 года Первая избранница не простила ему неверности Вторая изменила сама А третья соврала о том, что беременна и сделала аборт Сергей певец и шансонье Ходит в спортзал, играет в боулинг Мечтает съездить на карнавал в Рио-де-Жанейро И спеть дуэтом с Мадонной Признается, что складывает грязные ножи в холодильник Готов жениться, если девушка пообещает родить ему троих детей Сергей предупреждает, что нуждается в собственном пространстве И ненавидит, когда его отвлекают Его избранница должна вкусно готовить И беспрекословно выполнять все его просьбы Здравствуйте Здравствуйте Что за ладья к нам приплыла? Во-первых, это не ладья, а лебедь Лебедь – символ семьи, верности и благополучия Я очень большой ваш поклонник, поэтому я хочу вам преподнести этот летний подарок Клубника в шампанском Это десерт Дамы, специально для вас Угощайтесь Прекрасно Симпатичный очень молодой человек В белом таком костюме, очень благородный Гостинца принес ведущий, молодец Читала я вашу историю, много путаницы, много несостыков Ну, начнем с того, с самого невинного А что это вдруг? Ножи в холодильник? Это же не деньги, это бабушки деньги прячут в морозилках А вы-то, почему ножи? Грязные Во-первых, зачем грязные предметы держать на столе? И вообще держать их на всеобщем обозрении? Конечно, тем более, когда нет в крайне воды Поэтому лучше А они там от мороза, грязь, как бы она так И отваливается, да? Это такой новый метод Да ладно, у всех разное бывает это Фобия-то, или не фобия-то у вас? Фобия Сережа, да, у всех бывают фобии, вот у меня такая фобия То есть я прячу ножи в холодильник Ему, наверное, не хватает женской заботы Поэтому он ножи прячет в холодильник Вы очень рано начали свою, так сказать, интимную жизнь В каком возрасте? В возрасте 15, а то ли 16 лет, я точно не помню Ну почему с бабушками-то? Объясните Потому что вы были юнец, вот такой огурец А бабушки уже сыроковник был практически Поэтому, что за корысть такая? Ну, во-первых, не бабушка А очень красивая Ну вы мне сейчас расскажите, как она зажигала еще Кристина сама с ровесниками практически не встречается Дело в том, что она выглядела просто великолепно То есть больше 26 лет Учительница первая моя Да Хорошо, для вас и 26-летняя была бабушка Хорошо, Сереж А потом вы ей изменили Почему-то, если она такая была мармеладная Опять же, здесь Это правда жизни Вот так получилось Дело в том, что, ну, в любом случае Молодой человек Кровь играет Вот Встретилась на пути Девушка Понравилась Завязались Ну, я бы не сказал, что отношения Это были рабочие больше отношения Вот А тетеньке своей как, признались? Тетеньке? Ну, повинились? Еще раз говорю Не тетенька Она для меня девушка И до сих пор она остается для меня девушкой Хорошо Затейник Ну, так девушки своей повинились? Не сразу То есть, конечно, нужно было набраться смелости Она к всем приперла Нет Нет Дело в том, что она ко мне очень искренне относилась Я не мог ответить ей обманом Враньем Поэтому я долго не мог держать это в себе Я просто признался Это была просто для него мама Что он благодарен ей как матери Ну, хорошо Вот вы наигрались и с одной, и с другой А потом у вас были уже отношения такие более-менее равные Вам-то что-то было уже 23, ей 21 Да Мы познакомились на работе И? Эти отношения продлились 7 лет А почему не женились? Почему не женился? Да Потому что не было твердой материальной базы У кого? У меня Для того, чтобы... для создания семьи Ну, то есть кровать-то была, чтобы вот с девушкой развлекаться? Да А чтобы до ЗАГСа довезти, на троллейбус не хватало немножко рублей Дело в том, что я в то время занимался накоплением Семь лет вместе жили, как это так, не выйти замуж? А воспитывали, что вы в ней хотели воспитать такого? Я хотел воспитать достойного себе партнера по жизни То есть мне приходилось ее наставлять Мне приходилось ей каждый раз говорить даже такие фразы Я обеспечу все, что необходимо Но деньги на прокладки, жвачки и сигареты Ты должна зарабатывать сама Я буду прислушиваться, но не всегда делать так, как он хочет А потом она еще вам изменила? Да, так получилось Притом как-то так погацки наврала что-то, да? Да, так вышло Это на самом деле была для меня очень большая трагедия Мы отправились на отдых И так получилось, что я там заболел, то есть постудился Я набираю ее, я говорю, мне нужно лекарство Принеси, пожалуйста, мне лекарство В общем, мне в лекарствах было отказано Она находилась у подружки в номере Я набирал этот номер сто тысяч раз Ну не любила она это Да, сто процентов Вы пошли в аптеку По дороге зашли в номер к этой подруге Открывается дверь И что вы там видите? Оттуда выходит мужик У меня не раз был такой опыт Выходит, ваша барышня Вся укутанная в простыню? Да И, конечно, она опешила Она не ожидала моего прихода Может быть, ей просто было плохо Она вся поранилась А тот был доктор мужчина Который ее перебинтовал Вы хотите сказать волосатый доктор с голым торсом? Неужели он никогда сам не изменял? Скажите честно Вы бы на ней ведь все равно не женились? Ну честно, уже за давности Женился бы Это была очень большая ее ошибка Сережа, ну хватит гнать Потому что мужчина или женится сразу Или не женится никогда Неправда Вот сейчас я с вами не соглашусь Несмотря на всю мою симпатию к нему Как-то, мне кажется, он еще не нагулялся Не нагулялся, да? Сережа, а вот эта девушка, которая вас обманным путем решила Женить с беременностью Что-то там вам фантазировало? Это, конечно, был страшный случай Случилось в горах Машина перевернулась То есть в которой мы ехали Я выбрался из этой машины И стал ее доставать Оказалось, что у нее сломаны руки Мы поехали в госпиталь И в госпитале она мне сказала, что она беременная Что она якобы там сдала какой-то анализ Это все оказалось неправдой Потом наши общие друзья подтвердили мне эту информацию Ну, в общем, он опять снова несчастный Он опять жертва, да? Значит, выяснилось все так Она предложила познакомиться Точнее, я привел ее к своим родителям Мои родители сказали, чтобы мы уже там познакомились с семьями Вот, она мне звонит и говорит Сергей, я подумала Вот мы сейчас вернулись как бы домой Я пожила без тебя какое-то время Я ощутила свободу И я поняла, что я не готова Короче, вы не женились И я хочу с тобой попрощаться Сереж, можно я вас попрошу о чем-то Может, споете куплетик, вот умоляю Ну, давайте Приглашаю тебя на танец Обнимаю тебя так нежно А в глазах у тебя загадка Только в сердце моем надежда Приглашаю тебя на танец И под музыку звезда пада Не касаясь небес ногами Я так счастлив с тобою рядом Вот бы мне такой столовей Каждый перед сном Каждый раз пел Сам написал, небось, стихи-то? Ну, а что, правильно? Рифмы Прекрасные Ну, не всем же Есениным-то быть прямо Это слишком сложная философская песня Он просто йогу любит Сереж, давайте тогда так определяемся Мы сегодня рассматриваем взрослую женщину Если она поможет вам состояться Вы знаете, есть такая шутка Любви все возрасты попкорны Вот именно На самом-то деле Это такая шутка Можно умереть со смехом Мы будем эту историю сегодня рассматривать Потому что у нас роза тоже еще не замуж На самом деле возраста Не-не-не, не надо Ты что, совсем что ли? Ты что, у меня сейчас внуки впереди Человек хочет определенный тип женщины Причем здесь мы Старую Старую? Ну да Ну хорошо выглядишь, щию Еще Ему, видимо, та его пасти не дает покоя Для меня даже моя бабушка, это девушка Сережа, если все, значит никого Поэтому жениться вы не хотите Ошибаетесь Хотите детей Конечно Значит, по-любому она должна быть детородного возраста Естественно Я тоже хочу много детей С молодыми шоуменами, женихами шоу-бизнес тяжело С точки зрения материального достатка-то, в общем Но и в шоу-бизнесе тоже можно заработать Будьте вы у нас таким молдаванским Стасом Намином Правильно? Нет Стасом Михайловым Это вот Стас Намин тоже неплохо Ну да А почему молдаванским-то? Ну из Болдавии Ну вообще-то я живу и работаю в России Так квартир же нет у тебя в России? Есть, в Москве Да ладно тебе нету, я пробил по базе У тебя там Кишинек, по-моему, или в Одессе Тебе, короче говоря, нужно деньги зарабатывать, правильно? Поэтому пускай будет молодая и, главное, не ревнивая И чтобы мозг не выносила Вот нам какую надо Чтобы деньги зарабатывал Потому что я думаю, что сегодня такая как раз и будет Если вы сегодня хотите каким-то образом утвердиться Если вы хотите серьезно попасть в шоу-бизнес То, конечно же, вам не нужна рядом девочка, которую вы будете воспитывать, направлять, помогать и так далее Вам нужна серьезная особая Хорошо бы, чтобы она и была из этого самого шоу-бизнеса Чтобы она вам каким-то образом помогала Ему нужна девушка со связью Даже, может быть, не столько с деньгами, сколько со связью Вы согласны? Или у вас уже сегодня есть все для того, чтобы ее аппетит И каким-то образом удовлетворить Я готов материально к созданию семьи К рождению детей Я считаю себя состоявшимся и бизнесменом Артист я начинающий, да Ну что, бизнес? Это что, бизнес? Никакой это не бизнес Вы хотите себе найти ту жену, которая вас будет двигать Это и Огненная Луна, и соединение Венеры с Плутоном С другой стороны, любите женщин красивых И вряд ли способны прислушиваться к рекомендациям со стороны дамы Я считаю, что вам нужна женщина без большого внутреннего содержания Сейчас это прозвучит обидно в адрес наших невест, но тем не менее Та, которая будет слушаться, доверять, но и забывать про какие-то мелкие нестыковки того, что вы говорите Про обещания и реальность Мне кажется, что Василиса очень правильно все говорит про жениха Идите, знакомьтесь с первой невестой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Я Фатима, очень приятно познакомиться Здесь Спасибо, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Фатима Молодец, личика открыла А почему вы одна? Я в Москве уже давно живу Вот, просто я созванивалась с родителями И они, конечно, не одобрили мой А родители у нас кто? У меня мама еврейка, а отец у меня с Кавказа А вероисповедания вы какого? Я вообще, по-моему, еврейка Нет, ну вы ходите в синагогу или? В синагогу, да, конечно Понятно, давайте на вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Фатима, 24 года Танцовщица Бэлли Дэнс Занимается тайским боксом Пишет картины маслом Мечтает о пятерых детях Предупреждает, что любит засыпать под восточную музыку И не ест свинину Мужчины опасались ухаживать за Фатимой Из-за слишком строгого нрава ее отца Поэтому она до сих пор хранит свою невинность для будущего мужа Надеется, что Сергей оценит такой подарок АПЛОДИСМЕНТЫ А вот когда я вас увидела, такую красавицу Я еще засомневалась, действительно ли вы невинны А после того, как посмотрела на фотографии Я поняла, именно так выглядит невинная девушка И никак иначе Я не собираюсь это обманывать Потому что для меня, для моих родителей Я не собираюсь позорить своего отца и свою мать Для меня это вообще То есть, давайте так Приехав жить в Москву Я недавно совершенно в Москве Конечно, родители меня не отпускали в Москву Потому что, вы сами знаете, что такое Москва Значит, в Москву они ее отпустили А на передачу ее отпустить не могли Странно, странно Я занималась всегда восточными танцами Я очень любила И хотела где-нибудь, если честно Я хотела где-нибудь танцевать Может быть, на потанцовке Где-нибудь у певцов нашего российского шоу-бизнеса А то именно восточные А то именно восточные принимают И они так до конца своей карьеры ими остаются Потому что гастроли совершенно не предполагают Как-то к отношениям с мужчинами Давайте, детка, будем последовательны Да-да-да, конечно Где вы живете здесь? Вообще, здесь я живу в Москве, в центре Я снимаю квартиру А что, на танцами зарабатываете себе на квартиру в центре? Снимаете? А родители помогают? Ну да, если честно, помогают Пожалуйста, вам 25-й год Это уже дофига Честно вам хочу сказать Вы танцуете перед мужчинами? Потому что... Нет-нет-нет, я танцую закрытой То, что вы увидели на фотографиях Это лишит мой образ фотографии И вживую я бы никогда не распустила волосы И не пришла бы вульгарно Ну... Ну мы что, видели, то видели Ну... И родители как к этому относятся? Что вы живете в Москве, в центре Они помогают вам снимать? Они совершенно знают о всей моей жизни Я им всем делюсь Ничего от них не скрываю А почему бы вам такой хорошей девочке еврейской Не получить было приличное образование? У меня есть высшее образование Я специалист по сервису Окончила академию гражданской авиации А почему же тогда не работаете вы в той самой авиации? Я могу сказать, что в Петербурге Когда я окончила университет Я работала менеджером по продажам В крупной фирме Но я могу сказать одно Что это не моя работа Сидеть в офисе, за компьютером заниматься Конечно, потому что в Москве Жить в съемной квартире в центре города Тусить, танцевать, развлекать Интересно Тогда рассказывайте мне Что за мечта вас такая пригнала Из одного столичного города в другой? Насчет тусить Лариса, вы извините Но я никогда не хожу Тогда зачем вы приехали в Москву? А то, чем она занимается Это она не тусит, да? Это она что делает? Она считает, что она в шелкуничке танцует В большом театре Сереж, вот вы поете А вы хотите Вот просто давайте такой вот дуэт сейчас слепим Хорошо? Можно вас на сцену? Потанцевать? Вы пригласите вас? А почему нет? Нет, ну мечты должны сбываться Хотя бы у нас здесь сейчас Потому что вы мне морочите голову Сереж, пройдите, пожалуйста, на сцену Я там и вы тоже Но я сейчас не восточном посте, если честно Да как вы можете? Сейчас легким движением руки Платье превратится в нижнее белье Ну давайте, я буду так делать В общем, где-то она танцует Видимо в какой-то интимной обстановке Ну что ли, сюрприз? Блестяще, я считаю, блестяще Пожалуйста, проходите Будем дальше брать Я думаю, что мы можем даже дуэт сделать Творцы с ней Конечно, о чем вы говорите? Была возможность засветиться Она не станцевала, себя не показала Я родилась в Москве Странный человек Фатима, зачем приехали в Москву? Замуж выйти? Я приехала Вот не будем лукавить, да Вот я честно скажу Я, может быть, да Я хотела выйти замуж Но никогда жить в Москве я не хотела И не хочу, я хочу воспитать своих будущих здоровых Чтобы дети были здоровы у меня Я хочу их воспитывать Деревня? Мне хотелось бы на Кавказе я хочу Только на Кавказе Деревня? Мне кажется, она не понимает, что она хочет Я не понимаю Я не знаю, какой логики в ней А почему тогда в Москву-то приехали? В Москву приехала? Ну и поехали бы, например, в горе Сказать ли, чего в Москву приехала? Я не хочу, чтобы это слишком засветиться на телевидении Потому что нам вообще не разрешают вообще родители А для меня это было всегда Я мечтала об этом Вы родились где? Я родилась у себя в поселке Сиверском Но жила я все детство в Казахстане, в Шумкенте Фатима, вы из обычной семьи Мама еврейской национальности И вот вы вырядились непонятно во что И приехали, и пытаетесь вот мне, тете, такое ушло И заморочить голову У вас не получается Потому что вы определитесь, где вы и с кем вы Давайте так Не получилось Я не хочу здесь всегда быть Я хотела просто где-то засветиться Может быть, где-то сняться в одном клипе и все Чтобы в старости своим внукам рассказывать Это же позорно Не знаю, может быть, я запуталась в жизни Я это прекрасно понимаю Давайте тогда помогаем вам распутываться Да, я бы Если вы приведете православного мужа в семью Как ваши родители отреагируют? Как вы думаете? Мама, какого для вас хочется? Или уже думает? Ну, вообще, честно, меня хотят родители Родители только евреи Нет Но если замуж только за еврея Мы в эту логику пытаемся сейчас продолжать Имеет ли смысл русскому молодому человеку вас выбирать? Или вы дадите отворот-поворот ему через неделю? Ну, я думаю, что нужно пообщаться с родителями С моими Садима, покажите, пожалуйста, сюрприз, который вы приготовили Да, хорошо Он может быть сейчас, она разденет Вот это вам, это мне Это нужно одевать? Это нужно одевать, да Я занимаюсь тайским боксом Так Немножко Хотела бы просто продемонстрировать вам Смотри Сейчас хук слева, и она его обесточит Для соперниц Ну что, можно немножко побоксировать Побоксировать? Да А почему нет? Я с женщинами не дерусь А потом удивляется, что рук поднимают Вот сами провоцируют Теперь вы можете Аплодисменты 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 Ну, ударами еще, коленями Ударь меня Ударь Бей меня Она мазохист Вружка-вружка Вот я не тайским боксом А кикбоксингом занимаюсь А у тебя даже вот неправильно руки стоят Я начинаю Собралась Совсем детская Не попустрелять девушку по всем фронтам Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна и Дмитрий, слушаю вас Ну Явно девушка пришла Только обманывать Никакой правды не услышали И Сережа Точно так Это не спутница его жизни А почему бы и нет? Я хочу здоровых себе детей У меня такое ощущение, что она вот Мусульманка И как-то православная мусульмания Родители всегда у нас с детства учат Чтобы сходились Вам кажется, что для того, чтобы Признать в девушке Мусульманку Ей нужен для этого только платок, что ли, надеть? Ребята, а вот фотография Она для чего? Да, действительно И вот тот образ, который на экране То, что вы видели перед собой Разве не разница? Разница Абсолютно Фотографии И как я пришла Это абсолютно разные вещи Сто процентов Из ста того, что говорила Фатима Абсолютно ложь Ну, все вранье Это же было очевидно Танцевать не умеет Хочет на подтанцовку Петь не умеет Рассказывает про семью Какие-то небылицы Я думаю, что Фатиме нужно Поработать над собой Есть специалисты Сегодня они помогают Ну, я не думаю, что Почему какие-то серьезные Психологические проблемы Совершенно нет Девочка запуталась Может быть, скорее всего И родителей там Нет вот тех, кого она описывает А именно желаемого Дается за действительно Вот просто рядом Нет хорошей наставницы Я буду вашей наставницей Приходите ко мне Всему научу И найдем хорошего парня Ну, Сережа, конечно Не для вас Не для вас Еще поучиться немножко Хотя времени мало Спасибо большое Конечно, Роза защитила Жизнь Фетима, конечно Не такая вружка Она просто очень любит Производить впечатление Потому что девушка Овин Со стрельцовской луной Она постаралась Делать все так, как умела Но, к сожалению Было видно ее Неумение адаптироваться И приспосабливаться Когда уже Было рассекречено Когда ее поймали На нелогичности Для 24 лет Она удивительно Не умеет выплывать Я могу сказать Она вообще не ориентировалась В этом смысле Она абсолютное дитя Просто абсолютное дитя Да, ей нужен серьезный дядечка За которым она Собственно сюда и пришла Такой серьезный Взрослый Который будет ее во всем опекать Нет, нет, нет Дядечка Мне не нужен никакой серьезный Давай пожениться Теперь ваша мобильна Набирайте 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время Не пропустите новое знакомство Через несколько минут И оставайтесь В эфире Давай пожениться У нас в студии Сергей Идите знакомиться Со второй невесткой Добрый день Меня зовут Александра Очень приятно с вами познакомиться Меня Сергей Взаимно Это вам Спасибо Спасибо, проходите Симпатичная девушка Она ему очень подходит Здравствуйте Александра С кем вы? Моя подруга Виктория Александра Александра 30 лет Продает элитную бижутерию Занимается йогой и снорклингом Мечтает о доме в Рио-де-Жанейро Готова смириться с постоянной занятостью мужчины Если он будет разрешать ей Ездить в путешествие с детьми Однажды Александра попросила мужа Не приходить домой пьяным А он перестал приходить вообще Надеется, что у Сергея Нет вредных привычек Рано вышли замуж, да? Ну, у нас был гражданский брак Познакомились мы с моим бывшим мужем Когда мне было 17 лет Ну и, собственно, с 18 лет Да, я уже с ним жила В гражданском браке родился ребенок? Да, в гражданском Для меня гражданский брак неприемлемый Это однозначно А что вам мешало узаконить отношения? Ничего не мешало Просто нежелание мое Почему? Сразу стали в нем какие-то черты, наверное, да? Видеть ненужные? Он был достаточно авторитарный человек Соответственно, ну, он был Ну, не намного, но старше меня И, ну, просто я побоялась Я не была уверена в нем до конца Он был обеспечен Он был обеспечен, да Когда он стал выпивать и приходить? Я не скажу, что он стал выпивать Он не был алкоголиком Просто в силу своей занятости Соответственно, постоянно встреч И, как водится у нас у русских При встрече, при решении каких-то деловых вопросов Он выпивал Через сколько лет после совместной жизни Вы решили с ним спать в разных комнатах? Надо вспомнить Ну, года через, наверное, четыре Вы понимаете, что у него может быть другая женщина? Прекрасно понимала А как это могло случиться? Если вы жили в его квартире или в его доме Вы могли ему сказать Не приходи, если ты выпивший И он и не пришел А почему нет? Если я не официально не замужем Это значит, что я не имею права голоса Нет, если вы не замужем Вы не имеете права на площадь, которую вам предоставил мужчина Вы не могли его выгнать из его собственного дома Я его не выгоняла Я ему предложила Скажите, а что у вас, 30-летнюю взрослую женщину с ребенком Вдруг толкнуло в Москву приехать жить Без скала, без двора, без денег, без поддержки? Ну, потому что я приняла решение уходить от него Ну, мы уже были абсолютно чужие люди Как говорится, прошло, забыто И можно начать сначала, видимо, я так понимаю Вот вы приезжаете на вокзал или в аэропорт вдвоем с ребенком И куда вы едете? Вот первые ваши шаги Кто вас здесь ждал? Здесь у меня живет подруга И она разрешила вам с ребенком пожить у нее? Ну да, да Послушайте, если мужчина при деньгах и со связями Даже если бы вы улетели в Лос-Анджелес Он бы и там вас нашел Я это понимаю Это отец вашего ребенка Поэтому Москва для него это ничто Сегодня это пару часов на самолете Ну, он не настолько... Я же не говорю, что он такой прям олигарх Ну, он вас здесь не искал, правильно же? Были Он вас здесь не искал? Через месяц я уже сообщила ему свое местонахождение Они общаются с ребенком прекрасно А чем вы здесь занимаетесь в Москве? В Москве? Ну, я, как и раньше, я занимаюсь фрилансом Это что? Ну, это под заказ я привожу дорогую бижутерию Я считаю, что она правильно сделала Почему она должна в 30 лет заканчивать свою жизнь? Чего бы вы хотели в Москве добиться за эти 5 лет? Я не вижу себя в Москве через 5 лет А где вы видите себя? В Европе В Европе Например? В какой стране? Ну, я думаю, Париж, потому что он для меня более известен Ну, как бы я постоянно провожу много времени в Париже И в качестве кого в Париже? Чем вы будете там заниматься? Я буду так же работать, как и работаю Это будет для меня даже проще, потому что мне не нужно будет летать Одно куда? На Кавказ Другая в Париж А ребенок поучится сначала несколько лет в русской школе Потом вы его выдернете отсюда Из-за того, что вам хочется в Париж пожить Вы возьмете с собой туда ребенка без языка, без навыков То есть вы парню не дадите усить корни нигде Вы будете все время сначала из одного города его делать Ребенок у меня с сентября будет обучаться в Лондоне Опа! Явно там какие-то... Так хорошо зарабатываете Или все-таки муж? Папа Папа, видать, неплохой У меня ребенок учится в Лондоне, и что? А желание ребенка? Ну, знаете, бывают дети, что они находятся рядом с родителями И из них также вырастает непонятно что Она не думает о детях, ты видишь, ей наплевать Она считает, как ей нужно А вот вы хотите, чтобы ваш будущий супруг зарабатывал неприлично много Это сколько? Мне это нравится, неприлично Это сколько? Ну, это же, понимаете, это же игра слов Нет, вот, я могу вам рекомендовать Потом, если надо, скажу поподробнее Я знаю весь финансовый расклад Слушай, это мне тоже интересно Вот неприлично, это от какой цифры начинается? От? Ну, в евро, от Ну, от 100, наверное, от 100 тысяч От 100 тысяч евро? Да В месяц? Ну да Молчу, Сереж, как у нас? АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто профи в приготовлении курицы Это первое блюдо, которое я научилась готовить Спасибо большое Я чувствую, что это просто замечательно пахнет И с удовольствием отведаю это блюдо Да, вы хотите, чтобы я вам? Да, спасибо Потому что сейчас, наверное, нельзя Да, ты вот и сомневался в этой курице А корочка так аппетитная Спасибо Спасибо большое Девчонки, отправляйте в свою комнату и высадитесь Давай послушаем быстрее, что она говорит Татьяна и Дмитрий Девушка красивая Взрослая Есть ребенок Ну вот, конечно, насчет ребенка Мы с Сережей просто очень много лет знакомы Я его очень хорошо знаю Поэтому это может быть, конечно То есть Серега не хочет детей чужих? Нет Что вы увидели? Она действительно красивая Но пришла и слишком много, мне кажется, требует Надо о себе хорошо рассказать И попроще, мне кажется, будет Каждый знает себе цену Она такая же, как фантазерка, как и Фатима, которая была первая Потому что если ты хочешь ребенка отправить в Лондон с осени То ты по определению не остаешься ночевать у подружки Которую, судя по всему, тоже ничего в Москве не имеет здесь Понимаете? Человек, который мечтает о мужчине, который будет зарабатывать от 100 тысяч евро в месяц Мне хочется задать всегда вопрос А ты вообще сумму 100 тысяч евро когда-нибудь вместе видел Это могла ей пойти распорядиться, например Конечно, обычная девушка Симпатичная Не с того начинает Вот мне все время хочется сказать Поздно, девчонки Либо мечта должна быть какая-то для того, чтобы приехать В Нью-Йорк, в Лондон, в Париж, в Москву Либо что-то должно быть за плечами Будет жить в Париже Будет жить в Париже Даже не стоит ее отбрасывать со счетов Не понравилась она У человека должна быть мечта, правильно? Ей нужен мужчина страстный А вы человек не страстный, при том, что имеете отношение к шоу-бизнесу Ваша задача выстроить отношение как спокойное и помогающее вам развиваться Вам конфликт внутри не нужен абсолютно Вот вне этого конфликта более чем достаточно Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство Которое может стать судьбоносным Не пропустите Вы смотрите «Давай по шейности» И я предлагаю Сергею встретиться с третьей невестой Проходите Здравствуйте, Сергей Меня зовут Кристина Вы мне очень понравились Надеюсь, симпатия окажется взаимной Спасибо Здравствуйте, очень приятно Это вам Спасибо Здравствуйте, Кристина А вы с подругами? Да Это мои подруги Анна и Мария Кто вам такую косичку заплел подружки? Да, подружки бы могли, придумали Молодцы Давайте на вас посмотрим Кристина, 21 год Учится на лингвиста, работает репетитором, слушает джазовую музыку Мечтает открыть школу иностранных языков Признается, что она ревнива и будет постоянно звонить своему избраннику Первый жених лишил Кристину девственности и пропал Второй оказался женат и не собирался разводиться Надеется, что Сергей вряд ли поступит с ней непорядочно Вам 21 год Да Чем вы занимаетесь? Кроме того, что... Я учусь на лингвиста, также преподаю языки, занимаюсь репетиторством, ну, также провожу свободное время в фитнес-зале, хожу в театры, на выставки, очень люблю Мне нравится, хорошая девочка, молодая Но они, мне кажется, подходят друг другу, нет? У вас было два вот таких бурных романа Да За 21 год А который больше, ну, так сказать, оставил памяти? Первый, который первая любовь или вот второй женатый? Это первый Познакомились мы с молодым человеком в интернете, на сайте знакомств, встретились То есть, это была прям такая любовь с первым взглядом Человек знакомится в интернете, это о чем-то говорит? Может быть, говорит о ее какой-нибудь неуверенности в себе Почему он пропал, как вы считаете? Добился своего, поэтому? Ну, он пропал не сразу, то есть, мы пообщались, потом познакомила я его со своими родителями, потому что для меня мнение моих родителей очень важно И мы собрались с ним в Питер отдохнуть И тогда он исчез То есть, я ему звонила, он не отвечал Может, испугался, может быть, поспешили с родителями познакомить Может быть, ему показалось, раз с родителями познакомил, значит, уже он должен делать какой-то следующий шаг Да, именно так все и было Мы потом встретились с ним, он опять же стал инициатором нашей встречи Встретились, и он сказал, да, я испугался, я испугался, что ты хочешь меня на себе женить Восемнадцать лет Ему тогда, на тот момент было двадцать пять лет Кристиночка, я вас хочу успокоить, кого не бросали в восемнадцать лет из нас Поэтому мальчишки, они такие, добился своего Ну, это длилось до двадцати лет Открыл вам дорогу во взрослую жизнь, а дальше сам устранился Но самое главное для меня, что я об этом не жалею Конечно, потому что у вас появилась вторая любовь Только почему женат, и как скоро вы узнали, что он женат? А познакомились в клубе, у меня был день рождения Человек сразу понравился, потому что выделялся из толпы Был такой презентабельной внешности в очках Я к нему сама подошла, познакомилась Он был без жены? Без, он был со своим другом А когда узнали, что он женат? На следующий день мы обменялись телефонами, встретились с ним в кафе И он мне сразу сказал Это действительно, я его, наоборот, стала уважать за это Детка, а почему в то время, как вы узнали, что он женат, не взяли ноги в руки и не дёрнули от него? Почему? На чужом огороде-то всегда эта ягода покраснее Мне очень понравился человек, его вот именно духовный мир Духовный, вы что, с ним в храм ходили? Христа Спасителя? Нет Его отношение к семье, его ответственность Вам это так понравилось, что вы стали его любовницей? Нет, я не стала У нас были чисто платонические отношения, мы с ним встречались, общались, да Он её содержал, он ей помогал, или что? Почему она женат? Вы живёте в общежитии? Нет, я живу дома с родителями А в Москву как? А в Москве, каждый день езжу На электричке? Ну, на электричке, на машине, то есть А машина есть? Да, есть машина Родители купили, да? Родители помогли А учитесь очно? Да, очно, на дневном учусь, сейчас на четвёртом курсе А детей когда? Хотите? Ах, прямо сейчас Как это прямо сейчас? Ну, я считаю, что родители мне всегда говорят, что мы всегда поможем То есть 21 год, в принципе, для девочки, которая заканчивает вуз, вполне нормально Не болтаться по Москве в поисках олигарха А выйти замуж Родители от чего-то пытаются предостеречь вас? Вот какие-то напутствия? Говорят, Кристинка, только смотри Вот Да, мама всегда говорит Потом будешь плакать, расстраиваться Но Чтобы кого не встретить? Вот чтобы от кого бежать? Наверное, от мужчины циничного и от мужчины предателя Для меня отрицательное качество мужчины – это скупость Девушке 21 год Говорит о скупости мужчины Ну, не знаю Значит, видимо, ей нужны только деньги Вас не пугает, да? Что Сергей из Молдавии Мне кажется, если... Что у него все взгляды, всё настроено на то, чтобы попасть в этот шоу-бизнес Ну, я тоже хочу развиваться, я хочу идти дальше А деньгами будет то густо, то очень долго пусто Я не надеюсь ни на кого, надеюсь только на себя и на помощь своих родителей А вот вы, кстати... Нет, если вы хотите выйти замуж за мужчину, и вы уже определились Есть какой-то определенный набор качеств, необходимый для вашего мужа И в то же время вы говорите, я надеюсь только на родителей и на себя Так не бывает, детка, нужно... Ну, просто... Понимаешь, чтобы потом не пожелать Эй, кто такой, давай, до свидания Понимаешь, чтобы не получилось Присколько времени Поэтому сейчас вот перед вами сидит Сергей Скажите, чего вы от него хотите Можно задать вопрос? Нужно А вот в семье... Считаете ли вы, что в семье супруги должны быть самодостаточными То есть девушка должна быть самодостаточной Это и касается и материального состояния, и морального... Ой, какая путаница в голове Значит, что, по-вашему, самодостаточная девушка? Морально? И материально? Вот морально Ну, чтобы по... в интеллектуальном плане Чтобы они... Вы сами разгадывали кроссворд без помощи мужа Ну, можно и так, если, да, утрированно Хорошо, а материально? Чтобы мужчина не превалировал в материальном плане То есть я зарабатываю, он зарабатывает 50 на 50 То есть меня это смущает мужчине Я считаю, что мужчина в семье должен быть в любом случае лидером Он добытчик Я... То есть он зарабатывать должен в несколько раз больше, чем вы Да Да не половину она, видимо, хочет 70 на 30 А полностью Ну, хорошо Покажите сюрприз Сергей, я вас прошу разорвать бумагу Давайте я вам помогу Прямо рвите, рвите, рвите Это репродукция картины Рафаэля Называется она «Ангелы» Собирала я четыре ночи Из пазлов Эта картина Откуда ты знаешь, что это она отбирала? Ну, что она купила Возможно, и так, да Хочу вам пожелать Жизнь и удачи И чтобы по жизни Вас Всегда оберегал Ваш ангел-хранитель Спасибо большое Спасибо, спасибо большое Мне кажется Просто девушка для вас Девушка для вас Потом я объясню Почему Слушаю вас Я тоже с вами полностью согласна Молодая, красивая Не обманывает самое главное По крайней мере, все честно говорит Самое главное, 21 год Троих детей еще успеют родить Да, в самом расцвете силы Ты что, это все вообще Да, я так растерялась Мне так понравился его взгляд Мне очень нравится Кристина Мне нравится ее желание В 21 год Вовремя выйти замуж Я думаю Вам, как гражданину Молдавии Это тоже не пойдет во вред Родители не против, чтобы вы пожили Не против вас прописать Я думаю, все может сложиться Вот как этот прекрасный пазл Я буду за это А я против Я считаю, что раз вы у нас Сережа Козырный Молдаванин А Россия всегда славила Своей самобытностью Поэтому Молдаванин Должен жениться на Молдаванке Пускай Кристиничка остается В Москве, она русская Пристроим ее Кристине Нужно подождать Немножко замуж В ее гороскопе просто светится Что до 29 лет Она будет слишком ценить свое я Не могу сказать, что до 29 лет я должна сидеть и ждать Слишком ценить свою свободу и независимость Про которую она тут что-то говорила Но почему-то все время это выливалось в контексте заработков мужа На самом деле девушка вряд ли готова слушать человека, который рядом В конечном итоге найдет себе и будет счастлива с мужчиной Достаточно мягким, спокойным, практически домашним Это не тот тип девушки в отношениях, который вас совсем устроит Все-таки ваша девушка спокойная Кристина спокойной не является Оставайтесь с нами Татьяна и Дмитрий У вас было время определиться Поэтому в какую комнату идти вашему другу? Ну, мы обсуждали Я считаю все-таки в третью комнату Потому что... К Кристине Да К Кристине Как ты оцениваешь свои шансы покорить его сердце? Я думаю, сто процентов А мне больше нравится вторая девушка Она свободный человек Сережа любит свободу Я думаю, что они найдут себя вместе Ну и как тебе жених вообще? Понравился, не понравился? Какое у тебя о нем сложилось впечатление? Ну, ты знаешь, хороший Немножечко врунишка Но с ним можно пообщаться Сереж, вот вы из шоу-бизнеса Вы знаете, актеры иногда прощают какие-то ляпы Там даже непрофессионализм Но в нем должен быть какой-то драйв Какая-то энергия Актер, певец должен чем-то нас вот так удержать Почему вы такой внутренне тягучий? Да, такой вот он Ну, не этот, не праздник Взяло перетекающий Не мужчина праздник, да? Нет, нет Почему вы были таким нелюбопытным? Потому что я сосредоточен на решении вопросов Поэтому я, когда сосредоточен на решении вопросов Мне все равно, какой я со стороны Нудный, ненудный Я не знаю, я, конечно, вам уже пожелала пойти к Кристине в третью комнату Вот выйдет она к вам к такому тягучему или нет Я буду ждать конца программы Мне кажется, хорошим стимулом для вас может стать Александра У нее аппетиты хорошие Планы далекие Вот она красивая к тому же Вот она вас как стимульнет в Лондон Быстрее работать будет, глядишь И кураж появится А кураж появится, значит, деньги появятся Я за Александра Василиса Ощущение вот той самой едва уловимой властности Ощущение правильной для вас Внешней вывески Уж простите это слово применю Конечно, было только от Александры Поэтому из всех троих девушек Я считаю, что именно она сегодня должна быть вашей избранницей Я думаю, вы определились с выбором Поэтому проходите Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером По телефону 4-4-ки Юлия, 35 лет, номер 2090 Модельер-конструктор Играет в народном театре Мечтает открыть свое ателье Надеется встретить доброго мужчину Крепкого телосложения Который с пониманием отнесется к ее ремеслу Анна, 28 лет, номер 2092 Менеджер по качеству в автомобильной компании Играет в шахматы, читает классику И любит танцевать Мечтает встретить взрослого мужчину Который не боится серьезных отношений Мы не знаем, выйдет с Сергея один или с избранницей Я приглашаю всех выйти в судьбу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четыре четверки А я Ларису Бузееву желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, позвоните Удачи Он очень мне долго звонил Он знал, что у меня есть молодой человек Я называю, как цаца, да? То есть она пришла Ты кто такой? Там я тут королева Блондинкой больше, блондинкой меньше Ему какая разница? Это пасхальная неделя Думаю, чем бог не шутит Может быть, судьба? АПЛОДИСМЕНТЫ Где-нибудь в Африке не хотите бедным людям помочь? Что ж, чтобы они красиво одевались? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ